Мы проехали весь край, повстречались огромное количество людей с семьями. Мы понимаем сегодня самые больные проблемы, которые существуют у каждой семьи. Семья это главное. Сегодня люди оценивают власть на основании той жизни, которой они сегодня живут. На основании дохода семьи, возможности учить детей, растить их. Сегодня заботиться о стариках. Вот самое главное сегодня, наверное, оценка власти, которая сегодня может дать эта семья. Поэтому во главу угла нашей сегодняшней программы мы поставили семью. Мы считаем, что продолжительность жизни в Красноярском регионе за 5 лет должна увеличиться с 70 до 75 лет. Внести ежемесячные региональные надбавки врачам в размере 20 тысяч и сохранить ковидные выплаты. В два с половиной раза сохранить очередь на получение жилья для малоимущих семей. Ежегодно вводить не менее 7 тысяч новых мест в врачебразовательных учреждениях. Подключить все библиотеки, центры дополнительного образования к интернету. Для всей молодежи сделать бесплатным посещение музеев, театров, спортивных секций. В два раза увеличить количество спортивных учреждений, особенно в районах. Для молодых специалистов обеспечить целевой набор в краевые и муниципальные учреждения. Снизить безработицу среди молодежи с 12 до 3%. Бюджет региона должен быть увеличен вдвое и быть равным не менее 450 миллиардам рублей. Для этого нужно кратно в 4 раза увеличить количество малых и средних предприятий. Соответственно, пополнить налоговую базу региона. Мы считаем, что в каждом регионе 100% людей должны быть обеспечены чистой водой. Дополнительно высажены 5,5 миллионов деревьев. Весь городской транспорт должен перейти на Евро-5. Ежегодные выбросы в атмосферу должны быть снижены со 146 тысяч тонн до 25 тысяч тонн. Треть людей живут в нечеловеческих условиях. Платят за те услуги ЖКХ, которые не получают. Мы считаем, что плата за ЖКХ не должна превышать 15% от дохода семьи. Должна быть принята комплексная программа модернизации коммунальных сетей. 5 тысяч километров дорог должны быть оборудованы ливневками. Тариф на вывоз мусора должен быть снижен до 60 рублей на человека. Чтобы реализовать программу, нужно одно. Выбрать эффективную команду управления в Красноярском крае. Среди депутатов и чиновников, ответственных перед людьми и будущим нашего региона. Единственная партия, которая сегодня сделала программу в Красноярском крае, это ЛДПР. Мы постарались взять все, поднять все вопросы, которые сегодня подняли люди в семьях, в различных уголках Красноярского края. В больших и крупных городах, в отдельных территориях, в отдаленных селах и поселках. Мы постарались вложить в нее конкретные целевые показатели, чтобы люди видели, к чему должна стремиться власть, что должна сделать, чтобы они жили лучше. Я многодетный отец, у меня четверо детей, достаточно пожилые родители. И меня отличает только одно, что я живу на два города. Я уверен, убежден, что сегодня, выбирая своих представителей, люди должны оценивать только одно – эффективность того человека, который может поднять любые проблемы семьи, поставить ее на уровень краевой, федеральный, сделать все возможное, чтобы эти вопросы не замалчивались, а доходили до результата. Я уверен, убежден, что наша программа, которую мы сделали для Красноярского края, самая реальная для каждого жителя Красноярского края и для каждой семьи.